Санкции западных стран в отношении России серьезно повлияли на курс рубля. Уже сейчас они создали условия для возникновения в стране черного рынка валюты, аналогично тому, который существовал в 90-е годы. Так в соцсетях стали появляться многочисленные каналы по запросам «обмен валюты» и «купить доллары». Большая часть из них была создана или активизировалась в первые две недели марта. Появление такого рынка было абсолютно ожидаемо. Я думаю, Центральный банк понимал, что черный рынок возникнет. Тем не менее, какой-то чрезвычайной экономической опасности для страны он не несет. Руководитель проекта «Общероссийский народный фронт» Евгения Лазарева предупредила о рисках подобных операций, спекуляции курса валюты и выдачи фальшивых купюр. По закону о валютном регулировании и валютном контроле такие действия без участия банков считаются незаконными и могут грозить уголовной ответственностью. Онлайн-операции чреваты потерей средств и хищением платежных реквизитов. В своем телеграм-канале председатель по конституционному законодательству Андрей Клишас упомянул, что Совет Федерации не планирует введение уголовной или административной ответственности для граждан за незаконные валютные операции. Также власти отмечают, что понимают желание людей купить доллары и евро, ведь оно вызвано ожиданиями увеличения курса. Это не влияет на официальный валютный курс, это не влияет на возможности импортеров оплачивать свои внешние обязательства. То есть опасность для экономики низкая. Поэтому я не думаю, что Центральный банк или правительство будут предпринимать какие-то чрезвычайные меры для того, чтобы с этим явлением бороться. Напомним, согласно закону о валютном регулировании и валютном контроле, оборот валюты без участия банков незаконен.